ну что ребят всем привет судя по тому где мы сейчас находимся я думаю что кто смотрел мои предыдущие видео уже поняли что мы находимся у меня дома и это мой маленький домашний аквариум и на данный момент он единственный сейчас достаточно мало места в квартире поэтому держу пока один аквариум и честно скажу что вы знаете когда с работы приходишь уже не до обслуживания аквариумов и как видите что этот аквариум тоже не в самом лучшем состоянии ранее я записывал видео оно набралось сегодня уже 500 просмотров мой домашний аквариум и кто не видел я вам оставляю подсказочку можете посмотреть что касательно этого аквариума он потерпел уже много изменений и хотелось бы сегодня вам показать и рассказать о них так как этот аквариум я давно не обслуживал сегодня предлагаю обслужить его вместе со мной посмотрите как принципе я это все делаю ну судя по тому состоянию которым аквариум находится сейчас видите водичка помутнела ну подмена делается редко ну как помутнела ведь там буквально чуть-чуть белесая а вот здесь вот на переднем плане видно что принципе да и муть и это не видно вот принципе он у меня то бывает вот таким мутным набирается то потом заново этот спадает и становится кристаллический чистый но на данный момент как бы я вижу что этому аквариуму много чего уже не хватает и тушь я уже перестал сюда и микро макроэлементы подавать и калий уже не подается и альгицид плюс целый 2 и лил вот сейчас это все здесь не поддается больше давайте я расскажу что в этом аквариуме вообще находится и что мы сегодня сделаем он предлагаю вот гуцефаландры у меня есть где гуцефаландры они очень сильно разрослись и видно что они видите уходят сюда и сюда вот то есть вот это вот мы сегодня достанем и по чекам и что-то усадим обратно что-то я заберу к себе в магазин и может быть там за декорируем и вам покажу что мы будем делать но я думаю что следующем видео поводите уже немножко забегая наперед уже сказал чтобы не снимать вот мох это christmas которые я думаю что если посмотрите предыдущее видео которым я снимал свой домашний аквариум christmas выглядел абсолютно по-другому сейчас он выглядит вот так в принципе многие кто приходят в гости говорят красиво а я знаю что он не так даже выглядеть весь он должен выглядеть весьма красивее и так как выглядел в первом видео который снимал этот аквариум кто бы что не говорил за китайские фильтра вот стоит хайдом я понимаю что нагрузка на него не такая большая вот здесь буквально только креветки плавают и улитки находятся в этом аквариуме кстати улитки здесь и теодоксусы маленькие не знаю сможет сфокусировать и сможет и она не фокусирует вот ну вот там видно что вот вот теодоксус вот теодоксус вот теодоксус вот ну еще какая-то живность тут плавает и видно хотел сюда рыбок запустить чтобы они вот тут все поели ведь он плывет хайдом вот стоит работает до сих пор как бы но при том что я его запустил достаточно давно это хотел андерский поставить фильтр он так и не поставил принципе подумал нет смысла потому что этот фильтр принципе неплохо справляется температура здесь в аквариуме вот 25 градусов смотрим по растениям дальше вот тут бы копа как росла так и растет но она такая уже вымахла больше чем надо и надо ее уже подрезать потому что верхушка уже начала закручиваться какие принципе ротала ротала вот если видите наш с того конца приползла сюда это с этой стороны части она аж ушла он туда ведь и давно уже не подстригал и давно не занимался обслуживание этого аквариума честно думал его перезапускать не думал что он еще будет какое-то время жить но пока вот живет а пока живет хочется дальше за ним наблюдать и потом уже думаю когда уже на последних вздохах будет уже его и перезапустим ну и конечно же запишем видео покажу сам аквариума как судя по предыдущему видео она стояла у меня там на барной стойке сейчас он переехал на часть кухонного стола и мы подумали что здесь удобнее будет и захотели там освободить место и здесь мне кажется он тоже очень красивенько смотрится кстати если вот так смотреть кажется что аквариум больше объемом но здесь всего как вы 25 литров 27 если бы точно 27 кажется внутри смотри сна 30 и 27 получается и но если с учетом что мы не добираем там не знаю литр полтора ну короче вы считать что полный 25 есть креветок я по-прежнему кормлю тетрадским кормом но поменял таблиц мини вот такие вот таби мини я придем вот выглядит он вот так ну похож на тот вафер микс но он чуть другой вот свет свет и остался прежним это авторский что касательно а смотрите ребят здесь же я поставил покровное стекло потому что да как мы с вами говорили помните у меня было некоторые там опасения что у меня разборка будет выпрыгивать так и случилось как бы она выпрыгивала вот и я решил потом поставить покровное стекло но и было мне еще одна причина его поставить у меня кошка подходила пила воду с этого аквариума ну честно говоря я думаю что не очень положительно вся эта вода на нее высказывалась и может быть она и сказал спрашиваем потом ходили к ветврачу как бы он улечили не но не суть поэтому я решил поставить это стекло чтобы она с него не пила то что я все-таки добавляюсь на химию как бы добавлял химию лак и выпила с него активника плюс водичка испарялась а здесь уже четенько видите капельки вот такие образовываются обратно капают и все свет вам видите горит спектр и синий и красный и белый чтобы обслужить аквариум нам понадобится вот такой тазик неизменный тазик ножнички и пинцет пиццетом принципе но я бывают что и руками достаю бывает что пинцета ну пицета конечно удобнее высаживать растения новые которые мы состригли а так я в основном пинцет не использую так чтобы достать растение так снимаем покровное стеклышко выключаем фильтр свет мы оставляем фильтр и давненько не обслуживал можете кстати поставить что здесь вообще происходит с ним здесь маленькая губочка но грязи конечно собрал она уже достаточно много не переживали я шестовую креветки не не переживаю я уже не раз так выбрал логичку и каждый раз наблюдать его есть там креветка или нету буду вид что так быстро делают и без креветки чтобы не ушло все не не уйдет и что вы скажете насчет этого аквариума стоит ли мне сделать перезапуск или аквариум может еще жить потому что я так знаете каждый раз терзmän себя сомнениями перезапустить не перезапустить перезапустить не перезапустить но давай ток смотрите вам всё видеть сверху и уже очень красиво здесь получается все очень красиво растет вот смотрите какая красота видеть а как мог красивенько стелиться по камню и оно так его обнимает полностью и вот так с него свисает очень красивенькая бы и так дальше бы использовал но мне кажется что бывает его чересчур много поэтому вот такую шапку здесь аж можно снять видите такая шапка но очень сильно образовалась и надо его периодически снимать видите коверыш получается я снимаю потому что реально очень много получается и хотел бы еще раз отметить что никаких сейчас удобрений не дается и вот в таком состоянии находится у растения ветер отала там где вблизи здесь вот она красненькая вот а там дальше она зеленая идет но я думаю что ну раньше она была у меня красная я думаю что это связано с подачей co2 плюсы недостаток железа как бы но его получается что они вот такие зеленые зелеными тоже нравится просто хотелось гармонич чтобы сочеталась и красные зеленые но здесь этот аквариум получился полностью зеленым но ничего будут будут флага только немножко это все разбавляет потому что такой стебелек такой более красный вот эти более красный стебелек и сами листики они такие как переливающиеся так один каверсная наверно нам взять кулечики на кулечик все складывать и завтра забрать это все себе на работу вот есть у меня такой пакетики в эти пакете все и буду складывать так снова выбираем немножко водички как я говорил саму губку я мою в той же воде который выбиралась аквариума ну все вот она принципе числе вот на такой объем как бы этот пока лапу совы все она чисто очень хорошо моется креветки не так сильно гадят да и здесь нечему гадить как бы все что оседает наседает на дно и как бы одно у нас не сифонится никогда в этом получается вот так и сам фильтр тоже принципе чистить и можем разобрать посмотреть есть немножко буквально налета все пальцем протерли все он дальше будет работать вот этот фильтр в принципе для креветочников ну самый недорогой как бы но работает весьма хорошо не попадает сюда креветки маленькие в эти пазики может быть и попадает как бы но я за этим не заморачивайся я знаю что популяция креветок у меня все равно размножается как бы но и и достаточно знать как вы тоже если сильно много наплодиться ну куда я буду видевать тем более что у меня здесь все намешано как бы если была одна чистая линия как бы туда а так когда все намешано там и бледные креветки и черные креветки красные попадаются оранжевый падается это такой микс уже намешан все берем ножнички и давайте пострижем вот эти растения вообще был дернятом довольно что запустился на этом живом грунте кстати грунт который находится в аквариуме это питательный грунт точнее его называют живой грунт фирмы аквариум я довольны я уже запускал не один аквариум и люди которые не сейчас приносят на работу растения они тоже запущен на этом грунте и просто мне вот так в честь того что я помог запустика от аквариум и аквариума сейчас как травнички без подачи целого 2 как бы ну произвести рекомендует подачи целого нам и без целого что там много аквариумов запускали без целого и все отлично растет и вот люди счастливы и довольны и приносим не эти все растения так что делайте выводы ребят хотя сейчас живой грунт не знаю насколько он есть или нету на фирме то ли они его заменили на другой то ли что так кризис я уже когда-то забирал и заберем еще раз потому что смотрю его реально достаточно много он хорошо разрастается видите какой пучок еще достал что мне здесь царя настолько не надо вот видите какая красота ну заберу на работу может либо наращу на какой-то камень либо на какую-то корягу и продав либо так вот его как он есть обрадом но я же говорил мне такой как он сейчас он не совсем нравится нравился больше когда когда он был более такой знаете густой тут он более реденький получился туши я но и скорее всего связано связано с подачей удобрений ну вот такой красавчик забираем тоже кстати единственно что монте-карло монте-карло у меня есть такая вот видите здесь немножко и в этом углу только находится на такая уже почти зачахла ну видно знать грунт уже иссяк себя и вот из последних вдоха она находится здесь и не может света не хватает знаете как тоже хотя изначально когда запустил лишь аквариум хватало света все нормально она росла мне кажется все таки как-то грунт как бы тоже же и сяк уже сколько можно уже столько растений вырвал столько растений на стрика сюда так и такой заключительный момент точнее ключевой момент неправильно сказал ключевой момент достаем буцефаландру видите изначально она была наращена на одном камешке лавы кусочек лавы вот видите на куски лавы она была вот так нарощена и его так разрослось а не знаю люблю бутся фаландры кстати у меня никогда не было то был мой первый эксперимент поместить себе в аквариум ну и смотрю они достаточно хорошо потому что обычно я стал на продажу то есть не ребята приносили я перепродавал никогда вот сам не выращивал не занимался этим вот видите каким она какую грозди аж разрослась а все обычные условия как бы ничего этого сильно не приспосабливал сейчас мы немножко подстрижу так лишнее обрезаем потому что надо чтобы немножко у нас был просвет и может быть монте-карло кстати из того что это она начала вот и фаландра начала я немножко вытеснять как бы свет есть загораживать она так немножко пошла слабенько расти поэтому сейчас мы немножко пострижу стрижу стригу я хаотично стригу смотрю как мне нравится не нравится как она будет красивее смотреться куда она уходит вот вот это которая затеняла сильному часть немножко подрежем вот так ну что вот такой вот кусочек если погружу заново в аквариум в принципе его будет достаточно а вот эти вот кусочки видите вот такие поставались а пойдут на продажу здесь видите не все листики целенькие где-то вот они были попорчены ну ничего страшного но вроде симпатичненько смотрится кстати не знаю что за раздавились буты фаландры кто знает напишите мне пожалуйста в комментарии буду очень благодарен такая очень прикольненько не знаю зависит от цвета какая она вот растет и от подачи удобрения зависит но раньше она была метка в вроде более блестящие честно такая немножко то ли покоричневела то ли чтоб шантка была синяя фиолетовым оттенком и с блестками ну а вот этот кусочек отправляем обратно в аквариум вот такой пакете получился у нас такого небольшого аквариума и если бы она росла бы еще с большей обилии как бы уж понимали сколько бы растений было бы этот это соль шею с 25 литрового аквариума здесь я протру просто рукой то что есть налет я чего не хочу протирать весь аквариум принципе на нем и нарастались обрастания никаких нету это во-первых а во-вторых умеете до уксуса если я каждый раз будут тереть по аквариуму то в принципе налета сильного нет и нет смысла если буду сильно тереть по этому аквариуму то все теодоксусы вот боюсь подавить их как у них так мало осталось а вот пусть здесь растут размножаются себе дальше размещаем фильтр хотя я его хотел переставить камень раньше он здесь ты потому что прям лицевой частью фильтр попадает в глаза поэтому он занимает много места и занимает видовой просмотр просто возьмем немножко перекрутим флейточку и переставим его на другую сторону подмена у меня получилась спонтанная поэтому никакие никакой химии для воды я сюда подливать не буду да и принципе если у меня много рыб я это и не делаю а если ну тем более что там где много рыб я чаще меняю меня в меньшее количество воды здесь же сегодня решил подменить одну третью и добавим отстойную водичку в речку уже достаточно давно отстаиваться наверно недели две точно но с предыдущие подмены вот так что просто доливая никакой химии нею тем более как я уже говорил аквариум немножко у нас такой экстремальный поэтому либо просто вот так сверху на камень то есть вся водичка распределяется если вы все-таки меняете с крана воду то конечно же лучше подливать химию для воды но средства для воды такой как аквасейф антитоксин на или что-то если вы пользуясь другим препаратом такое что устраняет хлор из воды но и связывая тяжелые металлы все набрали по ту же полосочку где у нас и было потому что если набираю больше получается но обхватывает стекло но я хочу чтобы она не касалась покровного стекла и было вот так кстати здесь немножко освободилось место теперь монте-карло может быть дальше поползет у нее теперь достаточно света и появилась думаю что насчет больше и лучше расти и может быть из данного зарастет хотя это не факт и может быть к тому времени пока насчет расти я уже захочу перезапустить аквариум водичка кстати немножко мутная повыровал получается он поднял же получается будет за фаландру который на камешке было это камешек никогда не поднимался вот сейчас его поднял вырвал мог немножко забрал оттуда растений установил фильтр на ту сторону и вот водичка немножко мутная должна немножко профильтроваться ну что ребят вот и прошло обслуживание данного аквариума вы увидели принципе что ничего сложного если у вас появились вопросы конечно можете написать не в комментарии я постараюсь на все их ответить ну по крайней мере что касается моего вот этого домашнего аквариума понимаю что немножко в экстремальных условиях понимаю что может быть это что-то нечетко но такой уж он есть как бы да и конечно же мне хочется сделать перезапуск поставить сюда что новенькое запустить что-то новенькое высадить новые растения вот но пока еще не придумал что если у вас конечно же есть идеи пишите мне в комментарии буду очень благодарен изменения конечно всегда должны быть всегда хочется к чему-то стремиться хочется к лучшему стремиться поэтому буду работать над собой буду работать над своими ошибками вы обязательно пишите комментарии что вы думаете насчет этого видео насчет моего домашнего аквариума если вам понравилось это видео обязательно ставь палец вверх поставьте колокольчик чтобы не пропустить следующие видео если ты еще не подписан на мой канал то обязательно подписывайся я буду стараться делать все чаще новые ролики и буду радовать вас будем общаться и будем познавать что-то новенькое все до скорой встречи всех обнял пока пока а